Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных новостях. Проблем практически нет в общении. Янчевский собрался вновь порадовать ПВТ в Беларуси неиданными достижениями во время массового оттока айтишников из страны. Открываем новое дыхание для нашего парка. Только вы что думают айтишники о самом этом руководителе? Я поставлю небольшой отрывок видео, остальное оставлю в Телеграм. Тебя, Янчевский Всеволод, будем помнить как предателя своей страны, который думал, что я ссыкло, который думал, что айтишники, который думал, что другие руководители являются ссыклом. Ты что думал? Что дав нам налоговые преференции? Ты думал, что загнав нас в резиденты парка высокие технологии, ты лишишь нас свободы? Ты лишишь нас воли, изъявления? Ты первый ссыкло, который поддерживал этот режим. Я хочу тебе сказать, я призываю всех остальных руководителей белорусских айти-компаний сказать то же самое. Янчевский, ты ссыкло. Суд в ГААГе признал Стрелкова-Гиркина виновным. Суд в ГААГе вынес решение о том, что Стрелков и еще несколько участников, которые сбивали самолет, обычный самолет, виновный. Теперь у Гиркина серьезные проблемы. Интересно, что он сейчас на это скажет. Венгрия намерена наладить сотрудничество с Ираном. Как вы понимаете, в последнее время венгерское правительство довольно симпатизирует Путину. А теперь они с Ираном собрались отношения налаживать, а Иран является очень хорошим другом Путина. В общем-то, треугольник постепенно замыкается. Что будет с Венгрией в ближайшее время и какие будут санкции в отношении ее возложены, это мы узнаем позже. Но пока Венгрия ходит по тонкому льду. В белорусских магазинах нет дефицита товара. На Радужной в Евроопте полки белорусских магазинах выглядят примерно таким вот образом. Не подумайте, полные полки. Вот видите, полные. Теперь не говорите, что в Беларуси дефицит чего-либо. Ведь полные же полки нет. На самом деле приходят распоряжения заведующим магазинов, чтобы они заполняли полки белорусских магазинов всем чем угодно. Иначе они будут наказаны. Вот поэтому и происходят такие казусные ситуации. Нет ничего. Заставим сметаны. На белорусской железной дороге усиливают безопасность. Такую информацию опубликовал телеграм-канал белорусских железнодорожников. Вот так на БелЖД пытаются справиться со взломами белорусских киберпартизанов. Но сам факт того, что текст приказа слили в сеть, показывает, что это им вряд ли поможет. Белорусские киберпартизаны не единожды атаковали белорусскую железнодорогу и каждый раз успешно. Белорусская железнодорога до сих пор оправиться не может от белорусских киберпартизан. Ну а если текст этот в сети, значит белорусские киберпартизаны просто не все сказали. Появилось в сети интернет видео, как расисты отступали по Днепру из Херсона. И их херачили свои же. Они, конечно, кричали, что мы свои, мы свои, но это им никак не помогло. Видео, к сожалению, поставить не могу, потому что он все стрельба. Но в телеграм оставлю. просто так посмотреть. Ну а теперь про Башкиркестан. Там, в общем-то, мобилизантов хоронят. Причем хоронят каждый день. Почему акцент на мобилизантах? Все очень просто. Дело в том, что последствия объявления частичной мобилизации в Башкиркестане собирали всех, кого успели поймать и даже без военного опыта и даже без срочной службы. Также стоит отметить, что Россия мобилизированных отправляет на фронт без какой-либо подготовки, экипировки и даже с ржавыми автоматами. Поэтому мобилизанты в срочном порядке отправляются домой, но уже в металле или в пакетах. А там как раз-таки сейчас активно идут похороны. Качанова заявила, что воспитатели в детских садах и учителя в школах должны быть еще и идеологами. Ведь по-другому сегодня быть не может. И на самом деле Качанова рассказала полнейшую правду. Это редко, когда я говорю о том, что лукашенковские чиновники правду говорят. Но дело в том, что сейчас без этих самых идеологов в школах и садах ничего у них не получится. Как можно создать такую тупую диктатуру, как у Лукашенко, без того, чтобы детей обманывать с детства? Им нужно навязать автоматы, ментов, силовиков, показывать тюрьмы, где они будут сидеть в случае несогласия. И тогда дети вырастут и будут понимать, что в этой стране говорить нельзя, что в этой стране ничего нельзя, кроме того, чтобы пахать на Лукашенко. И для этого как раз таки действительно нужны идеологи. Белорусский военпром разработал дрон. И все бы хорошо, но только дрон с проводом. То есть помните, как машинки на пульте управления? Вот такой и дрон, только пульт управления с проводом. НАТО должно теперь от ужаса дрожать, чтобы Лукашенко, не дай бог, не запустил проводной дрон. Чем может еще Лукашенко порадовать мир? Напишите в комментариях. Посмотрим, кто из вас более креативен. Пишите аккуратно, потому что Лукашенко может реально воплотить эту идею. На тракторе МТЗ-50 первый мой опыт был. Можно любой скорости ехать, я на нем, честно признаюсь, по кольцевой дороге проехал со скоростью 280 км в час и испугался, что он может взлететь. Самолет взлетает и садится на такой скорости. У российских пропагандистов истерика и паника. Они уже сейчас на первых каналах российского телевидения признают, что все, что у них есть, это западное, от технологий до автомобилей. Давайте пойдем национализируем. Пойдемте национализируем. Давайте у немцев сейчас все заберем. У нас станут сапсаны. Вот завтра станут. Мы на чем ездить будем? На дрезинах, что ли? Не на чем у нас ездить. Но надо это просто признать. Конечно, легко встать на броневик и сказать, давайте все национализируем. Давайте. А на чем мы будем ездить? чем мы будем звонить? Что мы будем делать? Мы с вами что ли к этому привели? Давайте к ответственности привлечем тех, кто к этому привел. Давайте. Но от этого не появится сапсан сейчас новый. Самолет не появится. Дальнемагистрального самолета у нас нет. Да, у нас все западное. Пожалуйста, национализируем сейчас. И что делать-то будем на следующий день? Что мы делать будем? Простой вопрос, ответа нет. Иногда бывает так, что нервишки сдают у пропагандистов и приходится говорить как есть. В Беларуси проблемы не только с продуктами, но и с бытовой химией. Вот так выглядят белорусские магазины с бытовой химией. И тут вроде бы как тоже пытались расставить так, чтобы вроде казалось, что полки полные, но по факту нет ни хрена. А знаете, что самое любопытное? Это то, что в магазинах Украины товаров больше, чем в магазинах Беларуси. При том, что в Украине идет война почти год. Ну, если быть точным, то уже не один год. А в Беларуси по заявлению Лукашенко войны нет. Вот так. Россия выделила для Лукашенко кредит в размере 105 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на проекты по импортозамещению. Мало того, что власть использует народ, теперь еще и в долги этот народ загоняет. Нельзя же пойти нормальным путем, чтобы жить без санкций. Лукашенко этого не понимает. Он идет на дно вместе со своим другом Путином, который, в свою очередь, тянут за собой народ. Вот смотрите, не узурпировал бы он власть, не менял бы конституцию, приходили бы другие лидеры, проявляли бы себя, показывали себя с лучшей стороны, был бы плохой, поменяли, был бы хороший, оставили бы на второй срок и так далее. И за 25 лет, как минимум, как минимум, мы бы поменяли, ну, двух, трех, четырех президентов, а может быть, даже и пяти. Не было бы санкций, мы бы развивались, с нами все бы торговали и не пришлось бы нам агрессировать с соседними странами. И экономика была бы в порядке, и кредиты брать бы не пришлось. На импортозамещение, 105 миллиардов, как отдавать он собирается, вообще не понимаю. А для русских я скажу, что это берет Лукашенко, а не белорусский народ, и отдавать мы вам точно ничего не будем. Поэтому все вопросы к Путину. В многоэтажке в Гомеле нет отопления, потому что никак не завершат капитальный ремонт, который должен был закончиться еще в августе. Жильцы пожаловались в ЖКХ и написали в СМИ. На следующий день в доме отключили свет. Не дадим, Семенович, Европе замерзнуть. Поможем нашим братьям. Может, и они когда-то нам помогут. Все. Срочно забираем из Польши дрова и везем в Беларусь. Так как, скорее всего, в ближайшее время белорусам они пригодятся больше, чем полякам. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и оставайтесь с нами. Помните о политических заключенных и родных и близких политических заключенных. Это крайне важно. Живей Беларусь! Слава Украине! Пока!